Итак, вы знаете, что украинский конфликт был спровоцирован США и НАТО? Намеренно. Мы загнали Путина в угол, ему ничего не оставалось, кроме как вторгнуться. Путин выступил с речью и сообщил всем, что у них уже было готовое мирное соглашение с Украиной, на 100% проработанное. Вчера Путин обнародовал крайне важную информацию. В апреле 2022-го соглашение о постоянном нейтралитете Украины было подписано Россией и Украиной. Теория Запада о том, что Путину нельзя доверять, просто еще одно проявление лицемерия. Они сказали, что никто не подписал контракт, так что... Итак, их соглашение. Путин хочет, чтобы Украина оставалась нейтральной, то есть не вступала в НАТО. Точно так же, как мы не хотели бы, чтобы Мексика или Канада вступили в военный союз с Россией. Ага, мы бы вторглись туда. Да, это суверенный стран. Мы бы вторглись туда. Итак, она продолжает. Вот основные пункты этого соглашения. Первое, Россия выводит войска из Киева, Сум и Чернигова. Второе, Украина объявляет нейтралитет. Третье, Украина сокращает свои вооруженные силы. Четвертое, Украина отказывается от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от ряда стран. Это звучит очень-очень разумно. Но Путин плохой парень, так что... Он головорез, он бандит. Вам нужно обмануть его, вам нужно подписать что-нибудь. Он такой плохой, что нарушит договор. И поэтому вам нужно быть негодяем, который нарушит его... Нужно нарушить его первым. И мы хорошие люди. Вот почему мы так думаем. Ясное опережение, как Джордж Буш. Я могу сказать, что ты нападешь на меня, так что я нападу на тебя первым. Все преступники Джимми, как и я, потому что я совершаю преступление первым. Иначе они это сделают так, а... Америка! Речь о Великобритании, США, Турции, Франции, Китае и Белоруссии. Но что произошло дальше, вполне возможно, войдет в историю как начало конца Украины, какой мы ее знаем. Россия действительно вывела войска, что шутливо назвали актом доброй воли. Помнишь? Я помню это. Это назвали поражением России в битве за Киев. Но я помню, когда Россия отошла от Киева, все сказали, что Путину надрали задницу. Да, правильно. Нет, Путин сделал это в знак доброй воли. В знак доверия, веры в переговоры. Правильно. Это назвали поражением России в битве за Киев. Но оказалось, что это был акт доброй воли. Чтобы помешать этому, Борис Джонсон, помнишь, мы сообщали об этом, Борис Джонсон прилетел к Зеленскому, который впоследствии по приказу Вашингтона выбросил договор в мусорный бак истории. Итак, Зеленский напрямую работает на НАТО и американский ВПК, который связан с нацистами на Украине, и они работают вместе. Так что, если Зеленский слушается, нацисты убьют его. Один интересный факт. Нацисты уже сказали, что убьют его. Говоря в ВПК, знаешь, когда все началось после операции «Скрепка» по вывозу нацистов, по спасению всех нацистов, не только ученых, сумасшедших, террористов. Да, многие из них заняли важные позиции в военно-промышленном комплексе. Я не хочу показывать пальцем на Украину, потому что мы так делали. Это то, что мы делали. С этого момента степень эскалации достигла точки невозврата для Украины, в то время как Запад пообещал ей чудо-оружие и безграничную поддержку, чтобы наконец-то покончить с надоедливыми русскими. Супероружие! Это напрямую привело к поставкам... Я читал это? Нет? В конце апреля 2022-го большого количества высокоточного западного оружия в сочетании с полным арсеналом возможностей разведки НАТО. Ни один другой конфликт не имел такой значительной западной поддержки. Это потому что мы воюем с Россией. Даже до начала конфликта мы слышали таких хорьков, как Пол Массара и Макфол, которые во весь голос орали о том, что России нельзя доверять и что Россия всегда врет. Но, как мы видим, все совсем наоборот. Это Запад и Украина постоянно врут. Кровожадные психопаты во главе Запада так хотели русской крови, что принесли в жертву целую страну, чтобы утолить свою жажду русской крови, и еще раз показали себя циничными лицемирами. И теперь они тоже расплачиваются. НАТО поверило своей собственной пропаганде о недееспособности российской армии и так хотело убивать русских, что поставило Украину на край пропасти, несмотря на почти достигнутое мирное соглашение. И походу запустило процесс самодемилитаризации. Знаешь, я бы сказал, что она драматизирует, если бы не слышал, как Линдси Грэм сказал «Мы убиваем русских» или подобную дичь. Л-лучшее применение нашим деньгам — убийство русских. Убийство русских. Именно в таких выражениях. Бывший премьер-министр Израиля, Нафтали Беннет, также подтвердил, что мирные переговоры были сорваны с западными лидерами. Сильный ход Путина обнародовать сейчас этот подписанный договор о нейтралитете Украины — гарантиях безопасности. Многие помнят, как высмеивали Россию за отвод солдат от Киева. Договор раскрывает причину отвода. Аарон Матте пишет, еще одно свидетельство попытки договориться и закончить российское вторжение в апреле 2022-го сорванной США и Великобритании. Если только кто-то возразит, что документ, подписанный Путиным, — фальшивка. И никто не говорит, что это фальшивка. Да, они утверждают, конечно, мы подписали это, чтобы обмануть его, потому что он плохой, так что нам пришлось лгать. И люди такие, о, в этом есть смысл. Вам нужно совершить преступление на опережение. Это немыслимо. Я знаю. Я бы сказал, это фальшивка, так было бы лучше. Но пропаганда в Америке настолько сильна, даже если люди не доверяют СМИ, не доверяют политикам, они все равно верят в то, что слышат. До сих пор верят, что... что Путин — головорез, бандит, может и так. Но он не хуже любого нашего президента. Да, он не хуже любого из них. Мелкий гангстер. Он мелкий престол. Да, он все-таки не хуже, чем Бадлайт. Да. Продолжение следует...